И ты выходишь на сцену, поняла? Зачем? Я сама могу себя объявить. Зачем выполнять работу за других? Ты, может быть, еще и полы здесь помоешь? Я, в принципе, не нуждаюсь в представлении. Да как это ты не нуждаешься в представлении? Все нуждаются в представлении. Ты думаешь, тебя все знают здесь? Так, стоп. Что это тут у нас? Конфликт? Ребят, сегодня давайте без этого. Тем более мы об этом сейчас подробно поговорим. Работаем. Дамы и господа, на школе актива вечерний Фарух. Сегодня в гостях председатель студенческого совета Сената и студенческого совета факультета психологии Рузана Далалаян. Финалисты КВНРГСУ 2020, участники команды Лунная Призма. Наш гуру конфликтов и просто хороший человек Тима Киллс. Он тоже отправил заявку в школу актива, но кто воспринимает серьез КВН-чика? Встречайте! Фарух Халандаров! Приветствую всех, дорогие друзья, на сегодняшнем мастер-классе, посвященном конфликтам и разрешению конфликтных ситуаций. Наверняка каждому из вас приходилось так или иначе сталкиваться с подобным явлением в своей жизни. Особенно в студенческие годы это вовсе не редкость. И сегодня мы вместе с вами будем разбирать, что же это такое и как бороться с конфликтными ситуациями. Перейдем к сути дела. Существует пять путей решения конфликтных ситуаций. Первый – это противоборство, когда результат конфликта, решение конфликта важен для вас. Второй – это сотрудничество, когда результат важен для обеих сторон. Третий – это компромисс, когда вы готовы пойти на уступки. Четвертый – это приспособление, когда конфликт вовсе не важен для вас и решение его не является для вас приоритетным. А также избегание, когда проблема вовсе не стоит прилагаемых сил. И сейчас мы поговорим с вами обо всем этом более подробно. Это мастер-класс по решению конфликтных ситуаций. Мы начинаем. И наш первый сегодняшний гость – председатель студенческого совета Сената РГСУ, а также советник-ректор РГСУ Рузанна Далалаян. Родина моя, как ты без меня, на вершинах снег, где мои друзья, сбереглаль ты всех. А где-то коры-кор, а за ними-ни, Армения моя. Знаю маму, маму, Армения моя. Как всегда, тебя везде сопровождает эта знаменитая песня «Армения». Она у тебя буквально преследует. Ну что ж, Рузан, давай, рассказывай, как твои дела? Что у тебя нового? У меня всё прекрасно. Жизнь идёт, я на пятом курсе. Учусь, работаю, студенчеством занимаюсь. Всё у меня хорошо. То есть ты же у нас ещё, кстати говоря, главная твоя роль – это председатель студенческого совета Сената. Расскажи, как дела вообще сейчас происходят у Сената? Что там происходит? Чем вы занимаетесь? Ну, сегодня у нас последний день «Школа Актива». Это новый проект, который мы создали. В связи с тем, что мы обучаемся дистанционно и очень ждём очного выхода. После «Школы Актива» будем заниматься квизом ко дню рождения РГСУ, потому что исполняется уже 29 лет. И вот следующий проект – это день рождения и квиз к нему. То есть в этом году 29 лет? Да, чуть больше, чем мне. Ну, намного больше. На 6. Ну, хотя, да, всего лишь на 6, чуть-чуть больше. Рузана, как ты пришла к тому, чтобы стать председателем студенческого совета Сената? Это было больше года назад. На пост исполняющего обязанности председателя Сената выдвигалась Гарипова Луиза, наша выпускница и магистрантка. И в тот момент я подумала, а почему она может, а я не могу. И, получается, 30 сентября 2019 года я выдвинула свою кандидатуру, заранее посоветовавшись со всеми, кто близок для меня, почему я бы хотела, почему я бы могла. И тем самым к этому пришла. До этого была председателем факультета. Туда меня выдвинул за миссис ВТК на повоспитательной работе. И вот с этого все как-то пошло, со второго курса. Так и пришла к тому, что и не получается. Насколько я знаю, ты вступила в должность на один год. А планировала ли ты продолжать, ну, оставаться председателем студенческого совета Сената, то есть избираться еще и на второй срок? Это хороший вопрос, потому что, действительно, поначалу я этого не планировала. Казалось бы, пятый курс. Зачем мне это уже нужно, уже нужно заниматься профессией. Но когда узнала, что пандемия, в принципе, сыграла свою роль, и понимая, что кого-то ставить сейчас, выдвигать человека, который не особо понимает, что нужно в такой ситуации, а у меня же какой-никакой опыт все-таки набрался, поэтому я решила, что пока есть возможность, я воспользуюсь, и выдвинусь еще раз. Подержат? Хорошо? Нет? Ну, уйду. Подержали. Хорошо. Я думаю, это было вполне правильное решение, на самом деле. Рузанна, помимо того, что ты являешься председателем студенческого совета Сената, ты у нас еще и советник ректора. Это правда? Это правда. Да, друзья, это правда. Если кто-то сомневался, это действительно правда. Поэтому я хочу тебя попросить сейчас, чтобы ты рассказала о нескольких лайфхаках с позиции советника ректора, связанных непосредственно с сегодняшней нашей темой, и это конфликтная ситуация. Ну, дабы избежать конфликта, особенно в команде, в коллективе, потому что студенчество, в принципе, представляет из себя команду, ты всегда выступаешь за интересы всех, ты не являешься кем-то одним в этой команде, вы часть этой команды, и всегда выступаете в роли мы, а не я. Это важно помнить. Также нужно отстаивать не только интересы свои, но и интересы своих союзников, своих партнеров. Это одна из стратегий избежания конфликтов, это сотрудничество. Можно прийти к избеганию, но это не особо правильно, касаемо работы в команде, потому что вы просто игнорируете этот конфликт, а зачем это делать, потому что вы понимаете, что он есть, и от него никуда не деться, избегать, далеко не убежишь в любом случае. Я думаю, что достаточно вот несколько лайфхаков. Остальные могу рассказать в личку в ВК. Хорошо. Смотри, ты говоришь о том, что бывают ситуации, когда конфликтов не избежать. В таком случае скажи, с какими конфликтными ситуациями сталкивалась лично ты в студсовете, допустим? Были такие ситуации, особенно касаемо мероприятий. В основном происходило, что ребята хотели что-то одно, все разные, у всех было разное мнение, а нужно прийти же к одному. Возьмем, допустим, посвящение первокурсники, и все разные темы предлагали. Ну и путем голосования можно прийти, но дабы не обидеть человеку, который предложил остальные идеи, вы выхватываете какую-то мысль из его идеи, дабы усовершенствовать ее, как-то ее тоже применить в следующем, может, посвящении, в другом мероприятии. То есть, находя какой-то компромисс, вы немного пожертвуете чем-то своим, и возьмете его идею, может, не на 100%, а на 50% реализации. И тем самым и ему приятно, и команда в выигрышной ситуации, и все круто, и крутое мероприятие. Бывали такие ситуации, очень часто, почти все мероприятия на этом строятся, но это нормально, это формирование команды, шторминг. Это нормальная практика. Да. Окей, допустим, мы поговорили с тобой о конфликтных ситуациях, ну, скажем, в рабочей, учебной сфере и так далее, но хотелось бы, чтобы ты прокомментировала какую-либо конфликтную ситуацию из своей личной жизни. Вот, допустим, отталкиваясь от подобного примера, Рузан, смотри, у нас имеется на тебя небольшой компромат, да, на котором мы можем видеть некую конфликтную ситуацию, наблюдать с твоим участием. Я бы хотел, чтобы ты ее прокомментировала. Ну, я подошла сфотографироваться с парнем, неожиданно появилась его девушка. С максимально молодым человеком, я скажу. Ну, у каждого свои интересы, поэтому не надо меня осуждать. Хорошо. Да, девушка неправильно восприняла ситуацию, и дабы сгладить конфликт, который мог возникнуть на этой почве, я объяснила, что я просто подошла сфотографироваться с молодым человеком, ничего за этим не подразумевая. Я не избегала конфликта, но приспособилась к ситуации, объясняя тем, что не то, что она подумала происходит. И все в итоге нормально. Конфликт разрешился. Сфотографировались. Да, и они ушли. И ни к чему негативу не привел, а скорее наоборот. Да, мы подружились, мои друзья. Ну все, супер, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Сейчас в нашей студии самые экстравагантные люди нашего университета. Команда КВН «Лунная призма» практически в полном составе. Вы готовы? Советую вам присесть. Здорово, ребят. Сегодня у нас в гостях команда КВН «Лунная призма». Ребята, представьтесь, пожалуйста. Это Ламба, а это Гелик. Вот это бумага, а бумага — это деньги. Гелен, Кобяков, Гелен, а бумага — Гелен, Кобяков, Гелен. Вот бумага. Саламалейку. В общем-то, да, это команда КВН «Лунная призма». И, между прочим, я также являюсь частью этой команды. Ну, а мы сегодня пришли поговорить на конкретную тему с вами, да? Ну, вернее, вы пришли сюда. Поговори со мной на конкретную тему. Тему у нас... Скажите, если ты пришел, сам с собой разговаривай. Можно передать привет? Можно, можно. Спасибо. Я передаю привет... Мне передали тоже. Мне передали. Дайте слово Борису Драку. Я передаю привет Никите Клёну из Южного Бутова. Эти изгибы для тебя, брат. Спасибо. Тони Клён шумит. Надричь... Ладно, я... Не, не знаю, не знаю. Советская! В общем, ребят, тема конфликта, я смотрю, вам эта тема знакома. Расскажите, во-первых, случались ли конфликтные ситуации в команде КВН «Лунная призма». Да нет, никогда этого не было. Ну, если только они считают, что... Закнись! Ребят, я понял, что у вас случались конфликтные ситуации. Расскажите, как вы с ними боролись? Ну, на самом деле, была одна конфликтная ситуация. Одна же мы в Макдональдсе, значит... Да это неинтересно! Да-а-а... Не-а-а-а... Зачем ты разбил вашу банку? Я-а-ка-ка-ка-ка! Я-а-ка-ка-ка-ка-ка! Зачем? А-а-а! Я всё заберу, вова! Блин, она рассыпалась! Я тебе помогу! Помоги, пожалуйста! Эх, 10 рублей! Сама! Сама! Ну, мне, не да! Да-а-а-а! Сейчас мы видим, как конфликтная ситуация произошла между двумя друзьями И мы смогли ее решить благодаря тому, что человек, который совершил ошибку, он признал ее И из-за того, что мы все друг друга любим, мы можем идти на эти лишения и признания Ты не извинился Извинись Нужно извиниться Прости Еще раз Прости Нужно идти на признание, не отталкивать друзей от себя и людей, чтобы они были всегда рядом с тобой И признавать свои ошибки Если ты совершил что-то, что сподвигает человека, у меня словно запас закончится, не будете поддерживать? Прости меня, Дань Я уже простил его Он уже его простил Спасибо, ребят, за то, что наглядно продемонстрировали конфликтную ситуацию и способы ее решения Ну, а мы сейчас с вами займемся кое-чем интересным Дело в том, что с конфликтными ситуациями мы все знакомы с самого детства Элементарный пример этому – обычные детские сказки, где мы можем столкнуться с этими ситуациями Рассмотрим на примере такой сказки, как Золушка Зачастую Нашей добротой и умениями кто-то пользуется Тратит ваши ресурсы, пользуется вами Но наступает момент, когда вы на грани Так вот, первая ситуация для вас Которую вы должны сейчас будете нам продемонстрировать Представьте, что вы, Золушка, кто-то из вас Золушка Все остальные ребята вашей команды – это мачеха и, ну, допустим, одна из злых сестер Вы вечно выполняете ненормированный объем работы и зачастую чужую Ну, Золушка, да, вы сейчас определитесь сами Но лавры достаются другим участникам команды Ваше терпение лопнуло И вы заявляете об этом Кто Золушка, парни? Давайте на ЦВ, хотя я больше на девку похож Согласен, ты Золушка Я Золушка Га, бля А кто мачеха? Там все женские персонажи, ребят Сестерая мачеха и Золушка Самое стрёмное, скидывайте Нет, это Вова Почему? Это не Вова, это Борис Это Борис Приятно Приятно, Борис Приятно, Влад А4 Да Хороший брат кустарник Ребят, смотрите, давай Золушка, мачеха Ты, получается, злобная сестра Злобная сестра А я пачериц А я пачериц Ты Золушка Прикольно Разыграйте ситуацию, что вот ты Золушка Я Ты вот делаешь всякие дела по дому и у тебя лопнуло терпение Просто продемонстрирует Я могу это показать Я могу это показать Так покажи А что, я начинаю уже Давай, начинаю Тихо, мать Мать Ты Не мать, она моя Тихо Моя 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 Ты вообще Заткнись Я героиня А ты Заткнись Смотрите Мать 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 Я говорю А я и 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 говорю Я хочу сказать слово Впервые в своей жизни Хорошо Я хочу сказать первое слово Как вот то вот зернышко Которое я достала из чечевицы Зачем это чечевицы И вот я искал одно зернышко Вот одно слово Такое же Я хочу сейчас сказать Я устала А я не плю чечевицу Я устала А я зернышко Я устала И я ухожу Уходи Все, все, ребят Достаточно Дальше у нас будет развитие ситуации Сейчас Я буду зачитывать Четыре варианта развития ситуации Вы каждый из четырех вариантов Должны будете также Дальше показать Вариант Дальнейшее развитие ситуации Команда То бишь мачеха И ее дочь Находит замену Золушке И продолжает эксплуатировать Новенького точно так же Хорошо Где он нужен? Нет, ты не нужен Ты уже не нужен Уходить? Нет Сейчас они садят справиться Да Выгнали Все, можно начинать? Да Подушка Ты почему не работаешь? Подушка Мать скажи подушке Ничего я не буду говорить Ты так справляешь Ты умница Иди убирайся Ты грязная подушка Красная Красная Тряпка Все Пусть они ей вытрут Я щас вытру Я щас вытру Так е мать Так Окей Окей Следующая Вторая Моя подушка Команда Команда из вас Становится еще большим абьюзером И не поменяет свое отношение К Золушке Нет никакой подушки абстрактной И так далее То есть дальше продолжается ваш конфликт Я начну Я просто уточнить А Золушка 15 летний подросток Что у нее происходит абьюз? Извините Ээээ Я просто 15 летний юзер А вы меня То есть у тебя абьюз? И ты живешь с нами в одной квартире И ты даже в одной квартире Почему? Вопрос Почему дочь говорит больше матери? Потому что я ее плоти от плоти Кровь от крови Я устал от усов А ты кто? Слышь устал Я так устала И Так устала Плохая была Ты Когда родилась И мы приютили тебя А ты все еще Не слушаешься Подушки идти Иди к подушке Это абьюз А 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 это абьюз Громко Хорошо Третий вариант развития событий Команда пытается решить вопрос И находит компромисс Пожалуйста Вот смотрите девчонки У меня какое предложение Вот мы с матерью как бы живем Вот ты с нами жила столько времени В нашем доме Да И что Ты там постоянно мешал Вот мы с матерью Только смешаем эту гречку Со всякой Ты разберешь обратно Мы опять смешаем Вот зачем ты это делал Это вы мешали Ну вот мы мешали И хотели так жить Вот короче смотри Компромисс Мы находим тебе Ведем тебя на бал Ты находишь себе там принц Ну мы тебе поможем найти Вы с ним живете долго и счастливо А долю квартиры На садовом кольце Ты отдаешь нам И мы как бы вот живем тут сами Вот своей женской компашкой Мать дочь А ты там едешь принц и золушка Согласна? Хорошо Но пятихатка сверху По рукам И последний вариант Развития событий Команда обижается И считает обвинения Золушки Необоснованными Твои обвинения Золушка Необоснованы Спасибо Друзья Сейчас прозвучали Все четыре возможных Варианта Развития событий В сказке Золушка Мы предлагаем вам Выбрать Правильный вариант Развития событий И написать Его номер В комментарии От одного до четырех Вы уже написали? Я жду Все верно Правильным является Ответ Номер три Ну что ж Спасибо друзья И сегодня у нас в гостях Был практически полный состав Команды КВН Лунная Призма А именно Борис Дракула Хаджимурат Кустарник Влад Бумага И я Виктор Цой Без него не обходится Ни одно мероприятие Однажды он перепутал Чонгука с Чимином И его выгнали из BTS Возможно Его можно выгнать из группы Но BTS из него нереально Встречайте Тима Киллс Встречайте Встречайте До новых встреч Встречайте Линд Ну что, расскажи, как добрался? Сложно, очень сложно. Ну, понимаешь, метро, вот это вот всё, люди. Понимаю, у нас с тобой в Узбекистане всего одна ветка там. И там на Оске. Мне легко разобраться. Ну что ж, Тим, для начала расскажи нам всем, чем ты занимался в университете. Я думаю, всем интересно это послушать. В университете. Да, честно сказать, чем я там только не занимался в целом. В рамках приличия, вы там не подумайте. Но в основном это что? Это вот эти все мероприятия, культурно-массовые, активная студенческая жизнь. И я до сих пор, вот сколько себя помню, я ещё в студенческие годы говорил, что это пока что моё самое лучшее время. И что, надеюсь, в будущем будет что-нибудь ещё такое, что затмило бы эти четыре года стена в РГСУ. И до этого лета этого не было. И я всё ещё, ну, жил с тем, что вот в РГСУ было прям классно. Вот. Но летом немного всё изменилось. И теперь я могу смело сказать, что я эту планку преодолел. И вспоминаю с улыбкой все эти студенческие года, годы. Ну, не суть. Я узбек, мне можно, ну, как угодно сказать, понятно. Вот. Получается, твои студенческие годы были классными, но при этом ты вышел на новый уровень сейчас. Ну, да, но это уже такое, скажем так, личное, что ли. Ну, хорошо, личное, не личное. Ну, не сакральное, хоть я не знаю значение этого слова, но ты понял. Ну, что-то такое важное. Ну, такое, знаешь, как... Ну, звучит. Ну, такое, знаешь, как... Ну, такое, знаешь, как... Да, 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 да. Да, да, да. Я знаю, я знаю. В общем, Тима. Так. Наверняка на протяжении, ну, не только твоей жизни в РГСУ, а в целом, ты сталкивался с конфликтными ситуациями. Ну, я уже вижу, что сталкивался. Расскажи, как ты их решал? Вообще, поначалу это было так, что я тянул одеяло на свою сторону, потому что, ну, я был молод, я был такой, знаете, типа, полушкольник, полустудент, который, типа, якобы имеет свое мнение, но я имел свое мнение, и не только свое. Вот. Но с годами все приходит, знаете, так, да, потихонечку, постепенно, вот. Я пришел, ну, к выводу, что любой конфликт можно решить путем некого партнерства или компромисса, как вам удобнее, так и называйте. Важно учесть интересы второй стороны этой ситуации, и потом уже потихонечку провернуть так, чтобы и тебе было комфортно, и чтобы человечек в недостатке не осуществил. Я опытней, я красивее, я в кадры смотрюсь лучше. Ой, ты видела вообще себя, себя и меня? Ты где этого? Так, стоп, девочки, вы о чем сейчас говорите? Это Тима Киллз, это мой. Да, это Тима Киллз. В финале пою я, понятно? Это моя песня. My song, my struggle, my beautiful symphony. А ваш спор, я считаю, что можно решить так. Понимаете, многое из того, что прячется во тьме, может дарить радость, если на него пролить свет. Поэтому сделаем следующим образом. Я буду петь, а вы на бэк вокале. Договорились? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!